Да, все, я включу. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем наш замечательный курс. Я, как и неделю назад, веду его из чудесной общины еврейской польского города Гданьск. Вы видите синагогу на заднем фоне. Но, к сожалению, здание старое, поэтому у него мало розеток. И чисто вот физически мне приходится сидеть так, как удобно задравший голову. Но ничего, не думайте, что я возгордился и задирал нос. Итак, сегодня из недельной главы КИИ-КЦ мы подготовили 24 и 25 параграфы. Но поскольку имелась просьба от имени участников курса разбирать понемножку молитвы Роша Шана и Йонки-Пура, а в дальнейшем Суккод, Манга-Симхат-Тары, мы нашли некий отрывок, который входит в сидур, составленный для бней-ноах, то есть для бней-юбреев, которые признают единство Всевышнего. И он составлен Равом Шерки, насколько я понимаю, на основе его сидура, сидура, которым он пользуется, это сидур для Эдот Амизрах. Этот отрывок, я так понимаю, практически без изменений, он же имеется и в молитве еврейской, в молитве Амида. Это специфический отрывок, именно в Роша Шана зачитываемый. Ну, Роша Шана и Йонки-Пура тоже. Вот, и немножко мы с вами его разберем, поскольку, ну, я знаю свои способности, да, я могу заговориться и забыть, я поставил его в начале урока, а после этого мы перейдем к тексту недельной главы Роша Ташаво. Итак, товарищи, мы видим, да? Видим текст? Видим. Так, сейчас одну минутку, я особо у себя окно. Так, как бы это сделать? Так вот, что ли? Нет. Просто спину вот так. Так, ребята, значит, молитва Роша Шана за исключением одной молитвы, а именно Мусав, которая строится по особам. Имеет особое строение, имеет особые тексты, очень важные, и мы с вами пока их не затрагиваем. Остальные молитвы, а именно Маари, Шахарит, Минха, значит, Амеда построена так же, как для суббот и других праздников. Первые три благословения остаются без изменения, и последние три без изменения, а посередине вставляется отрывок относительно вот этого дня, в субботу. Это какой-то из отрывков про шаббат. Вот в празднике упоминается этот праздник. Вот. Но, но, но. Но кроме того, немного расширен текст первых трех благословений, и что именно туда вставлено, вот это мы сегодня попробуем разобрать. Итак, значит, благословение номер три, да, последним из трех первых благословений добавлены вот такие слова. Увэхэн тэн пах дыха ашэм элукэйну, и поэтому дай страх твой, трепет перед тобой точнее, бог Всевышний наш, аль коль ма асэха, на все творения твои. То есть мы просим Всевышнего. Да, а что, я разве не демонстрирую их? Нет. Как нет? А что же я демонстрирую? Недельная глава. Какая неприятность. Простите. А, я думаю, так и должно быть, да, слуха. Да? Нет, я поняла, что что-то идет не так, когда я увидела. Ага. Сейчас стоит Варим Перевкавдада. Если ты хочешь что-то другое, закрой это, открой то, что нужно. Так, если я закрою, у меня не будет вообще ничего. Значит, я тогда попрошу Натана открыть вот тот текст, который он прислал мне, в мессенджере и поставить его на экран, но потом вернуться ко мне. Это возможно? Не знаю, сейчас посмотрю. Во-первых, закрой это. Ну, это я могу закрыть. Хорошо. Вот я сверну. Так, дамы и господа, мы продолжаем наш замечательный курс. К сожалению, первая часть не была записана, когда мы разбирали небольшой отрывок из молитв Роша Шана, который взят из Амиды, из еврейского молитвенника, в молитвенник для Бнейновых, составленный Равом Шерки. Но теперь мы с вами сменим экран, и посмотрим текст недельного раздела, который называется КИ-ТЦ. Если мы успеем, я подготовил 24-25 параграф, если не успеем, то хотя бы что-то из них. Пожалуйста, Натан или Анна, кому из вас удобнее будет открыть экран, потому что, к сожалению, не знаю, почему технически у меня не получается. Да, технически у меня не получилось и в этот раз тоже. Так. Я могу, если Натану... Да, давай, давай, давай. А ты мне сделай демонстрацию. Да, я тебя никак не могу найти, остановить. Есть новое, остановить. Не могу найти, где остановить. О, остановите музыку. Остановите музыку. Не могу. Господи, по-моему. Ну, ты можешь, на самом деле, у тебя есть совместное, ты можешь сделать. Так, что я могу делать совместно? Странно, я не могу. Должно быть очень просто завершено. Вот, смотрите, демонстрация у меня никак не открывается. Хорошо, я в любом случае... Ань, попробуй, попробуй, плиз. А я уже вроде не попробовала, нет? Мне написано, вроде написано, что я запусти... Да, да, все видно. А, все видно. Ань, только у меня. А, окей. Вы запустили демонстрацию экрана, мне написано. Я уже запустила. Здрачно. Да, все видят нормально? Видно? Все видят? Я не знаю. Кусли вам появляется скриншер, два варианта, и можно выбрать. Либо то, что... А, сейчас. Ну, хорошо. Выберите пока что то, а я сейчас найду кнопку, где... А, вот тут есть пауза демонстрации. Да. Хорошо, прошу. А, ваши демонстрации приостановлены. А вот я сейчас скажу, предыдущий текст, это у кого был в этом ворде? Это чей ворд? Рафли, Агуваш его? Мой. Нет, это Натан ставил. Натан, слушай, ты поставь его в группу, может быть, для тех, кто не видел, может быть, тогда я его возьму и напишу там под каждой строчкой, напишу, что это значит. Ну, было бы полезно. Наташа просила же, видишь, может быть, она хотела кому-то... Наташа, сейчас, блин, это сейчас, да, сейчас, сейчас, сейчас. Ну, в общем, когда сможешь, так поставь, как говорится. Хорошо, Анна. Я распишу там, кому что это значит. Так, с божьей помощью. Я вывел у себя на экран, но вы, к сожалению, этого не видите, текст, который я приготовил. И давайте я начну, чтобы не терять время. Итак, воспринимайте пока на слух, я надеюсь, что на экране это появится. Сообщите мне, как только, да? Ки-я-ках-иш-иша. Я себе взял. А не видно раз в демонстрации, Рафель Ягу? Я не знаю. В смысле? Я смотрю, что у нас, что у меня лично видно в зуме, я вижу предыдущий текст. Да? Ну, хорошо. Давайте я сейчас закрою. А потом опять... Тимофей сказал, ты можешь выбрать между одной и второй, поэтому выбери то, что сейчас у Ани. Так, сейчас я попробую выбрать. Мне нельзя ничего выбрать. Это у всех должно быть. Я остановил пока. Я сейчас еще раз его сделаю. Так, у меня сейчас вообще ничего. Так, видно, нет? Наверху слева, рядом с кнопкой рекординг, видно, что можно выбрать одну из двух share screen. Странно. Самая простая вещь – остановить демонстрацию. Почему-то этого нет, но... Ну, давайте я остановлю тогда, раз у тебя уже идет. Сейчас, да, секунду. Надо все-таки только напомнить и включить снова запись. Сейчас все-таки остановить, пока балаганой делать. Итак, уважаемые дамы и господа, у нас были небольшие технические палатки. Мы продолжаем наш замечательный курс. Сегодня мы разбираем из недельной главы КТЦ 24-й параграф и 25-й – это то, что я подготовил, но частично время ушло, поэтому что успеем, то успеем. Итак, зачитываю кафт-далет, алеф. Ки-и-ках-иш-иша-у-ва-ала. Если возьмет человек женщину и станет ей мужем, ба-аль – это хозяин буквально, но значение муж тоже используется, да, то есть буквально войдет к ней, обычно такой перевод дается, выгая и будет. И млотинца хэнбээйнав. Если не найдет она симпатии в глазах его, то есть если не понравится она ему. Ки-маца, потому что он нашел ба в ней. Эр-ват-давар – некую неприятную вещь. Как можно перевести слово эр-ва, кроме как мерзость? Но эр-ва – это еще и как что-то постыдное. Вообще по-русски это, честно говоря, какое-то неприятное слово срам, но здесь действительно речь идет о какой-то негодности. Да, 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 есть определенная причина, да. Вэ-э-т-хат-тав-лах и напишет ей Стефер-Критут. Стефер-Критут от слова корет. Корет – это буквально отрубление, да. Значит, буквально книгу, книгу освобождения, книгу развода. Так называемое разводное письмо – то, что мы называем словом «гет». Вэ-на-тан-бэ-я-да – и даст в руку ее. Вэ-шал-ха – и пошлет ее. Ми-бэй-то – из дома своего. Маленькое привлечение, интересная история. Однажды спросили Виленского Гаона, почему мы называем разводные документы словом «гет» – две буквы, гиммел и тет. В то время как Тора называет… И не использует это слово, называет Стефер-Критут. На некоторое время Виленский Гаон отключился, молчал, посказал, а потом сказал, я думаю потому, что нигде в Торе буквы гиммел и тет не стоят рядом. То есть ему понадобилось несколько секунд для того, чтобы повторить весь текст письменной Торы и проанализировать его на это правило. Итак, мы прочитали Алис. Пожалуйста, Анна, читайте. И выйдет она из дома его и пойдет и станет, будет женой другого человека. Станет, да. Принадлежит другому человеку. Да, правильно, гиммел, пожалуйста. Следите за сюжетом. Гиммель. Тимофей. Попробуем перевозить. И возненавидит ее. Да, возненавидит ее муж последний и напишет ей разводную книгу, разводное письмо и даст в руку ее и отошлет из дома его или ки-ямут, если умрет, получается. Да. Если умрет мужчина последний, который взял ее ему в жены. В жены, да, совершенно верно. Так. Да, да, все правильно. Спасибо, Тимофей. Теперь дарят. Так, Людмила, Людмила. Людмила, вперед. Людмила, просим вас. Людмила-то нет. Нет Людмилы. А, нет, а была вроде бы. Ну, хорошо. Тогда у нас кто-то. У нас Светлана у нас получается. Светлана, давайте. Я не читаю сегодня, извините. Так что пропускаю. Пропускаю сегодня. Ну, хорошо, как. Походи. Да, слушаю, спасибо. Тогда Юлия. Тогда Юлия. Ламит, Алиф. Да, да. Еще раз. Начинаете вас от... Да, лет вас отсюда, да. Ну, хорошо. Да, да, да. Совершенно верно. Итак, Лоюхаль не сможет Балах, этот муж ее первый, который отправил ее вернуться. И взять ее. Ее, чтобы она была его жена после того, как... Ну... Гутамаа. Это осквернеть... Да, 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 получается так, да. То есть она была осквернена, потому что... О-а-ва-и, потому что это что-то непристойное, неприличное, да. Мерзость обычно приводит. Это осквернеться пред Всевышним. Да. И так, и... Лотто, хоть и не... Оскверняйте буквально, не загрешайте, не делайте греховный. Это... Землю, которую Господь дает вам в вашем... Во владении. Во владении. Спасибо. Это Юлия? Да, это Юлия. Спасибо, спасибо. Все правильно. Я хочу задать маленький вопрос. Значит, мы имеем ситуацию, когда женщина освободилась от первого мужа, да, а потом была замуж за вторым, и от второго тоже освободилась, да. И вот в случае второго мужа мы рассматриваем два варианта, что либо он ей дал разводное письмо с Афер Критут, либо он просто умер таким образом, она освободена. Почему же в случае первого мужа мы не рассматриваем случай, если он умер, а только смотрим ситуацию развода? Кто мне ответит? Потому что он нашел в ней какую-то бяку. Сказано, что нашел в ней какую-то гаду. Нашел, хорошо. Ну, а если она освободилась, потому что он умер, что теперь? Она не может выйти за него замуж? Как же она выйти за него замуж? Ну, спасибо, спасибо. Анна, да, я рад, что вы прийти к ситуации. Кажется, Людмила у нас появилась, да? Да, Людмила пришла вовремя. Людмила, готова прочитать там «Эй»? Да. Да, мы рады. Вперед. Ки иках, иш, иша, хадаша, ло, ице, бацава, вело, явор, алав, ле, холь, девар, на ки, ашем, ой, ихье, ле, вейто, шана, эта, эхат. В, сейчас, ве, симах, симах, эт, ишто, ашер, ла, ках. Нет, если в данном случае Киев мы берем как ест. Если иках, да, возьмем, да, новую жену, не выйдет на войну, наверное. Да. И не... Да. Во войско, да. И не перейдет, а я вор, не перейдет к нему все вещи. На всякое дело. Я, честно говоря, не помню, какой перевод тут. Анна, посмотрите, пожалуйста, перевод. Перевод какой? А, сейчас скажу. Эй, эй, да. Ну, на войну, но на его нельзя призывать, это самое. Да не будет, тут на переводе, что не будет на него ничего возложено. А, не перейдет на него какое-то дело. Не перейдет дело, тут там всем примечание говорится, что не только он на фронт, собственно, не уйдет, а даже он вспомогательных каких-то работ не должен делать для обслуживания войск, там, дрова возить, там, или там продовольствие какое-нибудь подвозить. Да. Чистым будет для его дома, получается, да? Да, да. Целый год, один год. Да, год один, для собак, это что? Да, и радость, да? Да, и будет радовать. Свою жену, которую взял. Которую он взял, да, верно, спасибо, все правильно, все правильно. Так, Вав, кто-то есть у нас еще? Или мне? Наталья, Наталья должна быть. Наталья, замечательно. Наталья, шалом, шалом. Так. Совершенно верно. Тут я должен буду вам помочь. Я, хаволь, это возьмет в залог, что здесь имеется в виду. Если Петя одалживает у Васи деньги, то, чтобы гарантировать возврат, Вася может взять какую-то вещь у Пети в залог. Вернешь деньги, я тебе верну твои вещи. Но этой вещью не должно быть что? То, что перечислено, рейхай, это нижний жернов, рейхев через хав, это верхний жернов. Словом рейхев в современном, видите, называют, он мне скажет, средство передвижения, транспорт, автомобиль, да? А верхний жернов, да, он кладется на нижний и его вращают. И благодаря этому, благодаря трению между ними, да, и, значит, заступает между ними зерно. Зерно превращается в муку. Рейхев – это движущаяся часть, а рейхайм – это нижняя часть, да? Почему же нельзя брать в залог рейхайм и рейхев? Ки нефеш, переводите, Наталья. Потому что душа, да, душу он берет в залог, да? Смысл в чем, что тот, кто одолжил, очевидно, он человек очень бедный, и он нанимается молоть зерно. Это тяжелая и низкооплачиваемая неквалифицированная работа. Это тяжкий труд, да? И единственная возможность у него заработать, очевидно, это наняться молоть муку, да, придя со своим жерновом, очевидно, да? Если этот жернов как единственное средство пропитания, как это сказать, да, будет у него отобрано взято в залог, чем же он может питаться, да, за счет чего он может жить. Да, верно, спасибо, Зайин, пожалуйста, это, наверное, уже я, да? Душу из братьев своих, имеется в виду укравший живого человека, укравший еврея, дабы продать его в рабство. Мибны Исраэль, сынов Израиля, вигит Амер, вигит Амер, и издевался над ним, да, над украденным. Ум Харо, и продал его, у Мет Аганав, то умрет этот вор. Уви Арта Вора, и искоренишься зло из среды твоей. Итак, смертный казнью наказывается укравший человека. Есть объяснение, что в десяти заповедях, когда говорится, не воруй, не хради, имеется в виду укравший именно человека, а не имущество. Потому что кража имущества не наказывается смертной казнью, да, а тут вокруг идут все смертные грехи. Так, понятно. Теперь прошу вас, хет, да, Анна. Да. Ашамар бенега ацараат, лишмор меот, ула асот, кэхоль ашер... Ла асот, да? Кэхоль ашер юру, эт хэм, акуаним, акуаним аливиим, каашер цивитым, тишмору ла асот. Цивитим. Цивитим. Тишмору, а как правильно? Предыдущее слово, цивитим, не цивитым, а цивитим. Хорошо, значит, будьте осторожны, остерегайтесь в отношении связовой проказы, цараат. Цараат, то, что мы переводим проказы, это не совсем то, что мы сейчас говорим. Ну, это в предыдущих книгах. Да, мы говорили об этом, да. Хорошенько, хорошенько берегитесь или как-то очень строго соблюдайте, чтобы исполнить все, что укажут. Вот юру в данном случае, видимо, научат, как горы укажут вам, коины, священники левиты, коины левиты, но имеется в виду коины, которые из леви, из левитов. Да, да. Колено леви. Что, как я заповедую вам, как я повелеваю вам. Именно так, да. Как я повелеваю вам, так и соблюдайте, чтобы исполнить, получается, соблюдая и исполняйте. Да. Да, да. Да, спасибо, Анна, все правильно. Так. Тет, как мы с вами понимаем, Тимофей. Да. Нахон, Тет. Захор от Ашераса Ашем Элакеха Лемехиям Бадех Бцетхеем Мимитсваем. Помни, что сделал Всевышний Бог Твой, Мирьям, в пути при выходе твоем, при выходе вашем из Митсваема. Из Египта. Совершенно верно. А что он взял? Да. Имеется в виду наказание за вашу нара. Есть шесть мест в Хумаше, которые называются Шеш-Захирот, которые, по некоторым мнениям, следует вспоминать каждый день. О которой сказано помни. И вот две из них мы читаем в этой неделе. Вот это одна о Мирьям и заканчивается, да, 25 глава, еще одной. Я думаю, что мы сегодня не успеем, поэтому немного забегая вперед. Это память об Амалеке, да, и, значит, истребить память об Амалеке из-под небесной. Спасибо, Тимофей, что правильно. Теперь Юдр. Людр, кто нас? Людмила, если она здесь, она здесь. Да, я тут. Ки, Та, Сен, Б, Р, А, Х, А, Ма, 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 Ша, Ма, Ша, Ма, Ума. Мэ ума ло того эль бэто ла авот авото, ибо… Если поднимешь от ближнего… Если поднимешь… Так, здесь мы возвращаемся к имущественным вопросам. Имеется в виду, твой ближний тебе задолжал, и ты не имеешь права, мэ ума, это значит ничто, ничего, поднять, взять у него ничего, ло того эль бэто, ты не должен ходить в него дома. Ла авот авто, чтобы взять в залог, о вэ, это значит брать в заклад, закладывать вещи, брать в суду под залог. Так, ты не должен ходить в его дома, Людмила прочитала нам, спасибо. А что же тогда следует делать, Юд, Алиф? Трудно понять каждое слово отдельно, да? Конечно, конечно. Ну, теса это буквально поднимешь, Рэха ближний твой, Ма сад это ноша, мэ ума это ничто, ло того это понятно эль бэто, а вот ла авот это именно взять под залог, да? Или требовать залог, Юд, Алиф, то? Ба хуць тамот, вэ гаиш ашэр ата нусэ, бо юцы элеха, эд га авот га хуца. Спасибо. Будешь стоять стоя снаружи, и человек, которому ты занял. Имя, да, которому ты дал деньги под залог, имеется ввиду, да? Юцы вынесет элеха. Тебе. Да. Залог, собственно, вот это залог. Ахуца. Залог на улицу. Да, 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 да. То есть не ты должен выбирать какую ценную вещь из того, что принадлежит одолжившему, да, ты возьмешь залог, да? А должен выбрать он, потому что вполне возможно, что, как мы видели вот в одном из предыдущих предложений, да, что, например, взяв залог верхний жернов или нижний жернов, ты лишаешь человека средств производства и обрекаешь его на голод. Так, понятно, спасибо. Все правильно. Ютгимил? Наташа, Наталья. Наталья. Просим. А можно поднять чуть-чуть текст? Да, сейчас, секундочку. Понятно. Гасеп та шив ло эт га авот ке во га шемеш в шахав бе сальма то у верах ха у леха тигье. Цдака Лифней Ашем Элокеха. Принадлежащему, которому ты взял в залог, ты должен вернуть до захода солнца. Шахав, помните? Ложиться спать. Симла – это платье его, одежда его. И он ляжет спать в платье его. У-В-Ра-Хе-Ка. И благословит тебя. У-Л-Ха-Ти-Ель-З-Дака. И тебе это будет зачтено как Дака перед Всевышним. Перед Богом твоим. Имеется в виду, что ты взял в залог его одежду. Почему так? Одежда была очень дорогой, потому что были дорогими тканями. И, возможно, это единственная его одежда. Ему нечем будет укрываться на ночь, а ночи холодные. Почему мы читаем из Симла? Там написано «бессальмато». Симла и салма – это однокоренные слова. И, по-моему, именно здесь мы увидим еще один пример. Как, например, «кесев» через «сим» и «вет» – это овца. И «кевес» – это овца. Да, точно. Вот в случае, например, «амалека» написано «аеф» – это то же самое, что «яеф». В словаре вы можете посмотреть. В самом конце файла, который я вам поставил как словарь. Там еще в предыдущем стихе, мы его чуть-чуть пропустили, по-моему, говорится, что человек бедный еще на этот акцент делается. Ну, конечно, конечно. Имеется в виду, раз он одолжил у тебя деньги, то у него денег нет. Он бедняк. И имущество у него… Пропустили 12-й, да, точно. Пока неприятно с 12-й. Ну, давайте я возьму 12-й. А если человек бедный, а не через айну, бедняк, он не будет спать в залоге своем, то есть залог он дает одежду, которую днем он одевается, а ночью он ею укрывается, как одеяло. И тогда выход там, ты должен постоять снаружи, да, и подождать, кто он тебя вынесет. Нет, ты это выбираешь. Да. Хорошо. Спасибо. Так где мы сейчас? 13-й мы прочитали, да? Да. Хорошо. 14-й? Да, сейчас. Да. Кто теперь? Юлия была, Наталья была? Да. Так. Ну, давайте ее дали. Пожалуйста, кто хочет. Хорошо, вы прочитайте. Хорошо. Да, я читаю. ЛОТА АШОК САХИРТ ОНИ ВЕ ЭВИОН МЕ АХЕХА ОМИ ГЕРХА АШЕР БЕ АРЦАХА ВИШ АРЕХА. ЛОТА АШОК, да? Мы видим, что буква ШИН имеет две точки, да? Да, очевидно, левая – это огласовка, а правая означает ШИН, да? Что это такое? АШАК – эксплуатировать, притеснять. САХИР – это наемный работник, да? СОХЕР – ДИРА, например, арендовать квартиру, да? САХИР – это тот, кто нанимается, да? Не притесняй наемного работника, АНИ – бедняка, ЭВИОН – это тоже бедняк, из братьев твоих или из пришельцев, которые в земле твоей, во вратах твоих. Почему бы их не притеснять? Так, что нам скажет Анна Тет-ВАВ. Так, Тет-ВАВ. БАЙОМО ТЕТЕН СХАРО ВАЛО ТАВО АЛАВ АШЭМЕШ КИ АНИГУ ВАЭЛАВ ГУ НОСЭЭТ НАВШО ВАЛО ИКРА АЛЭГА АЛЭХА ИЛЯ ШЭМ ВАГАЯ ВЭХА ХЭТ. Так, в день тот, в тот же день, отдай ему плату его, его плату, и не зайдет над ним солнце, как бы буквально. Да, то есть не должно быть такое, что солнце зашло, а плату – до захода солнца. Ибо беден он ки анигу, и вээлав гу аносэ. Это, ну, как бы, как бы, получается, терпит душа его или страдает душа его, что-то типа того. Носэ, получается, носэ – это что-то терпеть, что-то типа того. Вот, и чтобы он не пришлось бы ему терпеть, чтобы не пришлось бы ему что-то такое тяжелое нести, терпеть, и не возвал бы он на тебя ко Всевышнему, и не был бы на тебе грех. И будет на тебе грех, вот так. И будет грех на тебя, да, совершенно верно. Вы можете задать резонный вопрос, спасибо, она, все правильно, да. Как же так, мы получаем работу, либо когда вся она сделана, либо зарплата в конце месяца. Сейчас немножко другая ситуация. Здесь говорится о том работнике Сахир, который нанимается на день. День он от тебя отработал, в конце дня он должен получить свою плату. Если ты нанимаешься на работу, и даже это не оговорено, известно, что, как правило, оплату ты получаешь, допустим, в конце месяца, да, то здесь этот закон не действует. Хотя было бы полезно, понятно. Так, спасибо, это была Анна, и прочитала она… Так, надо поднять немножко, наверное, я подняла нормально. Не умрут отцы за сыновей, и сыновья не умрут за отцов, каждый за грех его умрет. Да, совершенно верно, что имеется в виду, что и в силу их не наказывает отцов за грехи сыновей, даже если это неправильное воспитание. И, соответственно, не следует наказывать человека, если согрешил кто-то из его родственников, как из его предков отец, так и из его потомков сын, да, потому что каждый ответственен за себя. Как это соотносится с тем, что сказано в десяти речениях, да, «Окет, а вон, а вот» и так далее. Мы с вами разбирали, здесь имеется в виду, что отношение Всевышнего таково. Твой грех, да, ты за него и расплачивайся, и праведность предыдущих поколений тебя в некоторых случаях не спасет. Позвольте себе рассказать маленькую историю. Ресторан. Плакат. Вы можете здесь пообедать, а платят ваши внуки. Человек заходит, заказывает себе сытный обед, ему приносят счет. Он говорит, а мой внук оплатит. Да, все правильно, говорят ему, это счет вашего деда. Продолжаем разговор. Мы прочитали. Тет Зайн, теперь Ют Зайн. Спасибо, кто читает. Людмила. Людмила, привет. Правильно, Людмила, да. Ют Зайн. Я задумалась над историей. Ют Зайн. Да. Ло тате мишпад гэр ядом в ло тахаволь бэгэт эльмана. Альмана. Да. Ло тате. Ната – это искривлять, склонять. Не искривляй суд гэр над гэром. Да. Судебное дело, если ты судья и рассматриваешь дело незащищенных слоев общества, к ним относится гэр, поскольку нет у него родственников, он чувствует себя чужаком. Дальше ятом – это… Вдова. Етом – это сирота. Сирота. И ло тахболь гиберив залог. Гиберив залог. Вдовы. Вдовы. Альмана – совершенно верно. Отсюда, очевидно, русское слово альманах. То есть гера и сироту упоминают… Это не русское слово. Не искривляй. Альманах? Нет, не русское. Понятно. Это арабское слово. Да, извините, я не хотел вас спросить. В русском мало русских уже осталось, Слав. Понятно. То есть вопрос про вдову только про одежду говорится почему-то, да? Ну, очевидно, комментарии рассматривают и это, но имеется в виду защитить права таких обездоленных слоев. В частности, говорит Раши, что не бери в залог не во время сужения деньгами, но когда наступил срок, талатичник не может рассчитаться с тем, кто ему одолжил денег, да? Ты не должен в счет оплаты забирать одежду вдовы альмана, да? Так, хорошо, альмана. Так, немножко еще почитаем и, наверное, а, собственно, до конца уже немного осталось. Чуть-чуть каждому по кусочку и там. Давайте, давайте, давайте только немножко поторопимся, да? Сейчас Юлия и Наташа. Да? Просим. Помнишь, что был рабом в Мизраиме? И искупил, ну, как бы спас Всевышний оттуда. Алькен поэтому. Поэтому я повелеваю тебе делать эту вещь. Эту вещь, эту вещь. Да, 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 совершенно верно. Спасибо. Так, Юттет. Так, Юттет. Их есть. Есть, да, еще немножко. Ле-ма-ан, е-ва-ре-хе-ха, а-шем-э-ло-ке-ха, бе-холь-ма-се-я-де-ха. Коцер в данном случае срезать колосье, то есть сжинать. Когда будешь сжинать твой сжин, то есть то, что выросло у тебя на поле. И забудешь олмер, это сноб в поле, не возвращайся, не вернешься, взять его. Для гера? Да. Для я-том это сирота. Для сироты и для вдовы будет. Будет этот сноб, да. Будет он. Л-ма-ан, для того, чтобы е-ва-ре-хе-ха-шем-ке-ха, благословил тебя. Чтобы благословил тебя, Господь, Бог твой, во всем, что будешь делать, руку твою. Во всех делах руку твоей. Да, 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 совершенно верно. Так. Некие социальные законы мы сегодня почитали. Каф это я? Да. Тахбот это собирать маслины. Как это делают? Трясут дерево или бьют по нему палкой. Когда будешь оббивать маслину твою, не тэфаэр ахарэха, не оставляй после себя, не делай так, чтобы после тебя не осталось ничего. То есть не добивай последние маслины, оставь их кому? Геру, сироте и вдове. Пусть будут они. Ну и Анна прочитает Каф-Алев и Каф-Бет-Тимофей, да? А давайте вы прочитайте все до конца, потому что побыстрее было, короче. Ки тивцор кармеха, лоте олел ахарэха, лагер лайтон вэл алмана и ие. Тах тивцор – это глагол «сбор винограда», когда будешь собирать кармеха, виноградник твой, обирать виноградник твой. Ле те олел, ле олел – вообще-то это означает сотворить, совершить с оттенком чего-то плохого. Но здесь смысл – это мелкие грозди не подбирай. И Раши дает объяснение, что это такое. «После тебя пришельцу, сироте и вдове будут они». «И помни, что рабом был ты в земле египетской, поэтому я повелеваю тебе делать всю вещь эту». Мы разобрали двадцать четвертый параграф, двадцать пятый мы не начали. Я только покажу вам, что последние фразы с ютзай по юттет, включая, это «Митсва помнить о Малека». И вот эти вот три фразы составляют чтение Торы во Курим. Спасибо, товарищи. И еще раз с наступающим Новым годом. И я надеюсь, к следующему разу мы начнем с разбора весьма любопытного и важного отрывка из молитв Рошашина. Все на сегодня. Если есть вопросы, задавайте. Если нет, то новых встреч в эфире, товарищи. Да, Рафлия, только в WhatsApp зайдите, я вам вопрос задала. Вот WhatsApp. Сейчас посмотрю, кто там цапнулся. Так, ну я выключаю запись, правильно? Да, все. Так, ну я выключаю запись, правильно? Так, ну я выключаю запись, правильно?